Ну все. Финальные штрихи. Буквально еще два-три движения мышки и публикация. Значит, у нас есть два вида контента. Глобальных видов. Страница записей и сами записи. На странице записи внизу есть два дополнительных блока. Призыв к действию и проекты. Причем блоки эти разнятся. На странице новостей был блок с проектами, а на странице проектов блок с новостями. Также дополнительные блоки есть в записи и они тоже разнятся. Тут новости. Тут проекты. Да еще и партнеры. Что это, где взять и как заполнить. Это есть в админке и называются блоки. Блок страниц архива — это то, что в записях, а в записях все, что не проекты, люди-партнеры. А страница проекта — это все, что про проекты. И редактируются они просто как обычная страница, как мы редактировали блоки на главный. Обновили. И этом редактировали проекты. И получили вот такую штуку внизу. И на странице проектов, и в статьях про проекты. В новостях все осталось без изменений. Для редактирования блоков в новостях нам нужно изменить блоки внизу страницы архива. Ну и понятно, что можно не только редактировать существующие блоки, но что-то удалить или добавить. Давайте вставим, например, Лейку — форму сбора пожертвований. Кстати, про Лейку я ничего не рассказываю, потому что у меня есть про нее отдельный курс. Ссылка в описании. Все обновили и теперь в статьях раздела новости и на странице записи раздела новости у нас будет появляться форма сбора пожертвований. Но это еще не все. Разработчики не только дали вам возможность редактировать два существующих блока, но и создавать свои собственные. Заголовок, как вы догадываетесь, не виден — это для вас, но старайтесь называть понятно. По меньшей мере — понятно для вас. Например, мы создадим новые блоки исключительно для страницы новостей. Пусть там будут только проекты. И возникает вопрос — а как теперь добавить этот созданный блок? В кастомайзере нам нужны страницы. Тут мы выбирали, что будет на главной в самом начале. И здесь нам нужна страница архива. Есть, конечно, путаница с названиями, но методом логического тыка всегда можно понять, что про что. Вот — новости. Значит, сейчас речь идет про страницу записей. То есть страницу, на которой собраны превью и название записей, статьи. Тут, кстати, можно название у нее поменять. И вот тут мы выбираем блоки внизу. И вот наши только что созданные блоки. И выбрав их, внизу мы получаем единственный блок — проекты. А это у нас блоки внизу страницы проектов. И тут мы тоже можем выбрать персональные блоки. Или вообще поставить нет. То есть без блоков. Но мы выберем тоже вновь созданный, хотя это и неправильно. На странице проектов глупо давать блок со ссылкой на проекты. Но более того, мы можем выбрать еще блоки внизу страницы поста, то есть записи. Вот запись в разделе новости. И внизу у нее сейчас блоки страницы архива. А мы, например, можем выбрать вновь созданный блок. Или создать еще один. И также мы можем поступить со страницей в разделе проекты. Сейчас тут блоки страницы проектов. А мы можем поставить что-то свое. То есть у нас есть четыре вида контента, где мы можем менять блоки внизу страниц. А как же еще, спросите вы? Есть же еще, например, команда, скажите вы? Есть. Вывести статьи, кстати, из команды непросто. Но мы сумеем. А для этого добавим команду в меню. Это вот, да, команда. Вот ваша команда. И внизу мы не видим никаких блоков. Ни здесь, ни, собственно, в самой статье про человека. Ну то есть блоки есть только в записях, которые более известны как новости и в проектах. Ну и, собственно, все. Сайт готов к публикации, но перед публикацией на сайт нужно добавить Google Analytics. Или другую аналитику, но я бы вам не рекомендовал Яндекс.Метрику. По аналитике у меня, кстати, есть курс, ссылка в описании. Код счетчика надо добавлять в хит, а иногда и в боди. И я бы не рекомендовал делать это через код, а воспользоваться кастомайзером. Это глобальные аналитика. И тут, собственно, хит и боди, если нужно. Я вам советую ставить через Google Tag менеджер, а там, по-моему, как раз нужно. И в хит, и в боди. Кто не понимает, что я сейчас говорю, смотрите курс по аналитикс. Почему добавлять нужно через кастомайзер? Потому что если вы добавите через внешний вид редактор тем, как в принципе большинство руководств советует, и в том числе я в своем курсе, то при обновлении Кандинского все слетит. И совсем последнее, хотя это не относится непосредственно к Кандинскому, но стоит упомянуть, что тут есть плагин Yoast SEO, который устанавливается с Кандинским и тут вы можете посмотреть, как будет выглядеть пост при расшаривании в соцсетях, а также добавить какое-то собственное метаописание и картинки для разных социальных сетей. У меня есть скринкаст по Yoast SEO, ссылка в описании. И еще надо сказать два слова об URL. Теоретически также с Кандинским ставится плагин Kir2Lat, который переводит название статьи в латинские буквы, но можно его заменить и добавить собственное название вот таким образом. Все. Очень хотелось бы верить, что я ответил на вопросы и для создания средней сложности сайта на Кандинском этой информации вам будет достаточно. А также хотелось бы верить, что в ближайшее время новых курсов по Кандинскому я делать не буду. По меньшей мере до выхода нового глобального обновления. Все. Любите друг друга. Теперь это просто жизненно необходимо. И помните, в конечном итоге все будет хорошо. Это говорю вам я, Вова Ломов и теплейца социальных технологий.